в эфире передача перестаньте смеяться с вами алан скурбаев тема сегодняшней передачи осетинский язык вы никогда не задумывались почему осетинский язык часто становится предметом шуток причем очень глупых почему одно слово на осетинском вставленное в предложение на русском вдруг вызывает хохот в компании почему разговаривать на осетинском в молодежной среде становится признаком забитости и непродвинутости почему мы над ним смеемся я задумался над этой темой случайно случилось так что сказано мной фраза майкл джексон а марти вдруг вызвала в компании дружный смех и тогда я подумал ну что в этом смешного перестаньте смеяться конечно смешным язык кажется только тем кто им не владеет или владеет плохо вот что об этом феномене думает мой друг из тхимбала алан парастаев что можно сказать о проблемах языка по моему основная проблема это то что в наш нас живет такой некий комплекс неполноценности выражается в том что нам легче восхищаться какой-то мифологизированной историей соблюдать некие каноны за столом чем говорить над живой речью осетинской мы как недавно выразилась одна моя знакомая мы угораем нас смешит нас смешат фразы произнесенные на осетинском языке в то время как например в той же грузии они скажем используют исключительно грузинские транскрипции для их святых для них терминов как на то оон они используют чисто грузинские термины а у нас если ты произносишь в обществе слова хотя к например вместо слова самолет или просишь официантку принести тебе и делать это по-осетински могут я грубо оборвать и сказать а можно по-русски это выражается и том что например если раньше у нас был фалой и алан то сейчас это викалина и забава я говорю о супермаркете и большом рынке это тоже помог показать я не против забавы забав очень много на одной шестой части нашей планеты а вот алан и фалой был только один были только алан и фалой в другом месте они где не встречали вот по-моему это связано с комплексом таким который у нас сидит а решить эту проблему реанимации языка можно вверх можно сохранять тот классический язык который у нас есть и вот таким классическим его похоронить или же использовать тот может быть немножко неказистые те немножко неказистые формы языка которые еще остались в живых и популяризовать их популяризовать как не создавая какие-то академические сайты и специальные программы нет использовать то что у нас есть то что популярно то где бывает молодежь это сайты те же сайты знакомств те же сайты общения внедрить моду общаться на осетинском языке внедрить моду слушать музыку которая поется на осетинском языке для этого нужно просто упал по повысить качество вот этой музыки и популяризовать его таким образом плохую музыку не буду слушать и разностороннюю музыку если говорить о музыке чтобы она была развитию рэпа на осетинском языке рока для этого нужны хорошие студии для этого нужны профессиональные для этого нужны деньги если вкладывать деньги в язык то надо именно в эту сферу вкладывать они в бесконечные конференции на которых будут обсуждаться проблемы но не будут они решаться в середине 90-х я посещал наш факультет иностранных языков с целью получить высшее образование среди разношерстной и всегда живой студенческой публики поделялся один парень который каждый день приезжал на факультет из далекого осетинского села честно говоря учился он не очень да и в веселую и неазовскую среду как-то не влился вечно стоял себе в стороне признаюсь честно мы за спиной частенько над ним смеялись за его сельские привычки мы смеялись над ним на английском на французском на турецком на итальянском но никто не мог посмеяться над ним на осетинском и только этот парень мог смело послать нас подальше на родном осетинском хорошо что он этого не сделал ведь он был бы прав все же почему мы постоянно смеемся друг над другом ударцы смеются над иронцами дегорцы смеются над кударцами и так далее ну ладно пусть бы только смялись но давайте признаемся себе мы еще не любим друг друга мы недолюбливаем друг друга только за то что мы чуть другие в том числе и потому что мы говорим чуть иначе одни говорят ше другие с другие ц но какая объясните мне разница свалдаю или швалдаю знаете все это мне напоминает сказку про гулливера когда он попал в страну где два народа воевали из-за принципиального спора с какой стороны надо разбивать вареное яйцо так и мы обвиняем друг друга во всех грехах рассказываем злые анекдоты друг про друга разница лишь в том что потом мы вслух говорим о единой осетии об одном народе но далеко не все осетины так считают и что же делать мне у которого родители происходят из двух осетинских столиц северной и южной разорваться или может быть залезть на перевал ну да ладно скажу лишь что все это не такая уже шутка если даже одна наша уважаемая газета называет народ южной осетии братским что я видел своими глазами то это точно не шутка это позор потому что братским нам может быть любой другой народ абхазский или никарагуанский не важит какой но только не свой собственный все эти размышления заставили меня задумываться над важным вопросом связи языка и патриотизма вот скажите может ли считаться патриотом человек искренне болеющий за свою родину и что-то действительно для нее делающий но не владеющий родным языком ведь в осетии эта ситуация сплошь и рядом и тут я хочу сделать свое тяжелое признание вот тут я стою перед вами умничаю поднимают темы а сам когда перехожу на осетинский едва волочу языком с трудом могу выразить простейшие вещи потому я и задался этим вопросом что важнее на каком языке я говорю или что я хочу сказать может ли быть искренним своих патриотических порывах человек не думающий на родном языке ведь как сказано в университетском курсе по философии язык неразрывно связан с мышлением потому что мышление без языка невозможно это была передача перестаньте смеяться меня зовут алан скурбаев до встречи в эфире а